В этом году жители Приморья празднуют юбилейную дату со дня основания города. Владивосток уже 160 лет вдохновляет людей. Среди выходцев дальневосточной столицы – писатели, поэты, художники, актеры, исследователи и военные деятели. В преддверии праздника жителям Владивостока было предложено вспомнить исторических личностей, которые родились в городе или приняли участие в его жизни. Арсений. Семенов. Арсений. Арсений. Арсений, Владимир, Клавневич. Муравьев Амурский. Арсеньев. Юл Бринер. Владимир Клавневич Арсеньев. Версу Узала. Муравьев Амурский. Богатое культурное наследие Владивостока тянется от самого его основания до сегодняшнего дня. В 1871 году городу был присвоен статус главной военно-морской базы России на Тихом океане. И с целью ее усиления семь лет спустя сюда прибыл Павел Федорович Унтербергер. В докладе генерал-губернатора Приморской области барону Корфу он сообщил, что нужно Владивосток усилить так, чтобы мы могли иметь возможность обороняться в течение долгого времени, поскольку подкрепление подойдет из центральной части России нескоро. Значит, здесь нужно все создать, такие мощные оборонительные сооружения, чтобы можно было отразить нападение противника. Благодаря его инициативе Владивосток стал крепостью. Военная история города неразрывно связана с флотом. В 1895 году на крейсере «Рюрик» служить на Дальний Восток прибыл Александр Васильевич Колчак. Во Владивостоке он прослужил до 1899 года. В последствии он во Владивостоке был уже в новой ипостаси в качестве полярного исследователя. Он подготовил экспедицию полярную. И в 1910 году он сюда прибыл уже как полярный исследователь на ледоколах Таймыр и Вайгач. Огромная часть истории города связана с адмиралом Макаровым. Знаменитый исследователь и военный начальник неоднократно бывал во Владивостоке. Он был членом общества изучения морского края. Имеются фотографии, где он работал, фотографии музея, где он там в интерьерах музея, в библиотеке. Он командовал эскадрой Тихоокеанской в годы русско-японской войны, но там и погиб. Помимо богатой военной истории, наш город имеет за плечами и невероятные произведения искусства. Здесь жили и творили отец русского футуризма Давид Бурлюк, голливудский актер Юл Бриннер, поэты-футуристы Венедикт Март и Сергей Третьяков, художник Андрей Камалов и другие. Пожалуй, лучший подарок городу в очередной день рождения – это интерес его жителей к истории Владивостока и память о тех, кого он вдохновлял во все времена. Олег Завьялов, Владислав Шлыков, Стас Лазебный. Новости на восьмом.